МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодняшнее проповедь я называю «Запускай корни в Боге». Я хочу, чтобы мы понимали, что в этой жизни в любом деле, в которой бы мы не участвовали, нужны корни для того, чтобы был успех в этом деле. То ли это в работе, то ли это в бизнесе, то ли это в отношениях. Всегда нужны корни. Если корни не запустились, и никогда не бывает успех. Самое важное отношение, которое мы имеем, как человек, живущий на земле, это отношение с Господом Богом. Поэтому тем более эти отношения нужны в глубокие корни. Отношения с Богом помогают нам в этой жизни на земле, помогают нам и в вечной жизни. Отношения с Богом помогают нам лично и помогают всему, что вокруг нас. Отношения с Богом помогут там, когда все остальные помощи или методы помощи закончились. Помощь, которая от Бога приходит. Поэтому отношения с Богом самые важные. И нужно запускать корни в отношениях с Богом. Скажите со мной амин. Человек, который имеет запущенные корни и уходит с Богом, смотришь на него, оно видно. Оно не прячется. Свет не может прятаться долго. И там, где что-то сияет, рано или поздно оно даст о себе знать. А когда нет света, тоже это видно. Вот тоже там, где тьма, видно. Там, где был свет, а теперь тьма, тоже видно. Там, где была тьма, а теперь свет, тоже видно. Поэтому заметьте, что надо запускать корни вхождения с Богом. Колоссианам Библия говорит 2 глава 6 по 10. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Смотрите, братья, сестры, вы включены, чтобы кто не увлек вас философией, пустыми оболшениями, пустыми оболшениями по преданию, или по так, как думают или придумывают люди человеческому. По стихиям мира, а не по Христу, ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти. Вот замерите, Библия говорит, что как мы приняли Христа, замерите, наши шаги отношения с Богом какие? Самое первое, что происходит с нами, мы принимаем Господа Иисуса Христа. «Если человек не принял Его, тот не имеет жизни вечную». Притом Библия говорит, «Тем, которые приняли Его, верующие во имя Его, Он дал им власть, быть детьми Божьими». Вне Иисуса Христа нету спасения. Вне Иисуса Христа нету жизни вечной. Вне Иисуса Христа нету отношения с Богом. Поэтому важно, чтобы мы понимали, когда принимаем Иисуса, мы не принимаем Его как один из, мы принимаем Его как один единственный спаситель, один посредник между Богом и человеком. Другого нет. Мы не верим в христианство, мы верим в Иисуса Христа. Иисус Христос – это единственный путь. Другого нет. Это важно помнить и утвердиться в этом, и понять. Потому что люди, которые плавают, то ли иудаизм, то ли, может быть, мусульманцы, то ли буддизм, то ли чего-то, если не решать этот вопрос, гарантирую, 5-10 лет их веры больше нет. Тут Бог, все любят Бога. Мусульмане любят Бога, говорят о Нем, буддизм, буддисты, все, а у индуистов вообще их 300 миллионов богов, они пошли путем умножения. Но проблема не в Боге, проблема в Иисусе Христе. Это переломный момент. Или веришь в Него? Почему надо верить? Он пришел от Бога. Он был Богом. Пришел на землю. Взял наши грехи. Умер за нас. Пролил кровь для нашего искупления. И Он воскрес на третий день и вернулся обратно к Богу. Это есть причина, почему мы в Него верим. Второе. Там написано, как вы приняли Его, так и ходите в Нем. Оказывается, принятие Иисуса – это начало. Там глубины нет, там корней еще нет, но я принимаю Его. Но после принятия я должен начинать в Нем ходить. То есть, надо ходить во Христе, имея в виду, ходить в то, кто Он для меня, и в то, кем я являюсь в Нем. Вот когда я начинаю ходить во Христе, в том, кто я в Нем, и кто Он во мне, для меня, я начинаю углубляться в Боге, и корни начинают запускаться. И третий уровень в наших отношениях с Богом – мы укореняемся. Там написано, укоренени, утверждени. То есть, Бог ожидает, чтобы с момента покаяния мы приняли, мы ходили, и конечный результат – мы укрепляемся, мы укореняемся, мы утверждаемся, и мы построимся в Нем. Если бы я сейчас задал вопрос Игорю, я бы сказал, вот, смотрите, я сказал, если я задам вопрос Игорю, все продолжали писать конспект, кроме Игоря. Он сразу, почему? Он утвержден, что Игорь – это он. У него даже мысли нет о том, что вдруг я не Игорь, я Генри Мадава. То можно себе такими мыслями иногда утешать, когда тяжело. Но он сразу, Игорь, обо мне речь. Он утвержден, Он знает, Он укоренен. И Бог желает, чтобы во Христе мы были укоренены, утверждены, и чтобы мы имели глубину в нашем хождении с Богом. Заметите, многие люди часто обижаются на церковь, но не на Иисуса, на церковь. И они теряют жизнь из-за церковь. Смотрите, Иисус никогда не разведется с церковью. Не важно, как вам не нравится эта церковь, нравится. Что такое церковь? Церковь – это такие же люди, как вы. Несовершеннее, покаялись, стараются на максимум. Читают Библию, иногда забывают. Молятся, когда пастырь Генри побуждает. Иногда не помнят. Понимаете? Они такие же, простые, обычные люди, как вы. И сказать, что они должны себя вести, как Иисус, здорово, тогда и вы тоже, пожалуйста, будьте Иисусом Христом младшим. Чего вы требуете от всех, чтобы они были Иисусом, а вы главный жюри? Заметите, что Бог – главный судья, а не вы. Они тоже несовершеннее люди. Они тоже стараются. Они тоже стремятся. Они тоже каются. Они тоже пытаются. И не надо к ним таким суровым. Вообще, вот я был в церкви, никто не улыбался. Они все такие, они все такие, как вы. И поэтому, когда мы приходим в церковь, я пришел к выводу, можете, вы никогда не заметили, что когда, если я беру сейчас микрофон, пройду к каждому из них, попрошу вам спеть какую-то песню. Оно будет некрасиво. У вас голос такой, что все скажут, «О, Господи Божий, помилуй, но если я вас попрошу петь хором все вместе, не услышим фалшин нигде. Услышим красота». Это так церковь. Каждого в отделности у него свои изъяны какие-то. Но вместе они тело Иисуса Христа. «Найдите мне людей, которые удалились от церкви, группка какая-то, на основании чего-то или обиде, не важно чем, и вы увидите людей через пять лет, которые без Бога. И смотрите на их детей, смотрите на все, чем они занимаются. Не разрушаются за один день, но в течение времени семена разрушения становятся больше, больше и больше, и в один миг удар, и все». «Человек, который ходит в нем, он думает, решает вопросы, сражается и реагирует на ситуацию, исходя из того, что Иисус Христос говорил. Я должен принимать решение, исходя из Слова Божьего. Скажи «Аминь». Потому что иногда мы принимаем информацию от людей, которые были под вдохновением каких-то бесов или чего-то еще, и мы думаем, что это правда. Если мне нужна истина, на которую я должен смотреть или равняться, я смотрю на Библию, на Слово Божие. Но не на какие-то идеи, рисунки, которые какой-то человек где-то создал. Поэтому важно, чтобы по Его Слову сражался, по Его нормам я реагировал на все, что я встречаю в жизни и решаю все вопросы, исходя из того, что Он говорит. Это я хожу во Христе. Иеремия 17, 5 по 8 стих. «Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и плод делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа». Заметите последовательность. Когда человек уповает на человека, и плод его опора, он проклят. И рано или поздно он удаляется от Господа. Дальше читаем. «Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, то есть не придет к нему доброе, и поселится в местах знойных степи, на земле бесплодной, необитаемой». Это вот такой человек. Но благословен человек, тот проклят, а этот благословен, который надеется на Господа, «и которого упование Господь». Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Нет, зной пришел, но он даже не заметил, когда приходит зной, листьево зелень, и во время засухи даже. А он не боится и не перестает приносить плод. Заметите, исходя из этого местописания, Библия говорит, что упование на Господа. Упование на Господа – это метод благословения. А упование на человека, на человеческую мудрость, на все, что построено человеком. Оно в жизни нам надо. Человек построил дорогу – я рад. Человек развивал математику, которая является Божьим умыслом – я рад. Но на это я не строю свою жизнь. На мудрость человеческую. На философию. Когда Павел пришел в Коринфию, он сказал, я пришел к вам не словами, а человеческой мудростью. Он мог бы это делать, но они бы думали, что суть жизни в этих мудрых изречениях. Не в этом жизни. Не в этих подобиях, которые мы рисуем. Все подобия пытались указать на Иисуса Христа. Нашли Иисуса – это реальность. Подобия уже не нужны. Я нашел реальность. Те не нужно – я нашел тело. Это Иисус Христос. И поэтому всякое упование на такие вещи приносит проклятие в жизни. И дело, чтобы человек удалился от Бога. Поэтому надежда на Господа, в свою очередь, это и упование на Него приносит корни. Делает, чтобы мы запустили корни. И мы утверждаемся. Потому что, когда ты живешь каждый день, уповая на Господа, вот ты начинаешь утверждаться. А когда ты утверждаешься, что начинает происходить? Начинает происходить то, что все планы врага – они поражены. Вы понимаете? Неважно, какой план дьявола, почему некоторые люди легко поражаются, легко сбивают с пути, легко бросают дела, легко бросают служение, легко оставляют и все, потому что корни не были. И планы врага успешно работают. А когда корни, написано там, засуха придет, он даже не заметил, то есть он не поражен планами врага. Когда у нас корни в жизни, то обстоятельства нас не уничтожат. И неважно, что произошло, засуха пришла, зной пришел, мы не уничтожаемся. Почему? У нас есть крепкие, глубокие корни. Вот, получается, возникает вопрос, в чем быть укорененным, если я хочу запускать корни, в каких направлениях именно я должен укорениться практически? Первое. Из того, что мы только что читали, нужно укорениться в своей вере и уповании на Господа. Мы читали с вами Еремия, еще раз прочитаем, 17 глава, 7-8 стих. Написано так, «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет как дерево». Заметите, упование на Господа, это должен быть образ жизни. Я еду по дороге, уповаю на защиту Господа в дороге, чтобы я доехал безопасно. Скажи да, аминь. Я иду ложиться спать, я доверяю Господу, что мое сердце не остановится ночь, пока я сплю. Я иду на работу, я доверяю Господу, что Он даст мне успех, прорыв, поможет во всем. Скажи да, аминь. Библия говорит к притчам, книга притча, 3 главы 5 по 9 стих. Написано так, «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Вот научись доверять Господу все. Не только в вере, мы хотим доверять Господу также в любви. Вот. Бог любит нас. Эфицианам 3 глава 17-19 стих Библия говорит, к Эфицианам 3, 17 по 19, «Верою вселиться Христу в сердце ваше, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви, нужно укорениться в любви тоже, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее уразумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всей полнотою Божией». Заметите, без Божьей любви мы не можем его познать. Тут не говорится про любви между людьми, тут не говорится о любви перед закатом, смотрю и думаю, мыслю, как... Нет, это слава Бог за это, но не об этом речь идет. Тут говорится о Божьей любви. Надо в нем укорениться, надо в этой любви утвердиться. То есть, первое, что мне нужно, в чем меня укорениться и утвердиться, в том, что Бог меня любит. Не сомневайся в принятии Божьей. Пастор Генри, а я так от него убегал? Да, мы знаем. Он принял тебя и готов тебя принять, если ты вернешься. Потому что некоторые люди, они убегают от Бога и утверждают, что я принят. Нет, ты не принят. Он примет тебя, если ты вернешься. Блудный сын? Да. Папа тебя любит? Да. Он готов тебя принять домой? Да. А сейчас тебя принимает? Нет. Почему? Я от него далеко. Я со свиньями. Но как только я отвернусь от свиней, приду к папе, он меня примет. Поэтому сидеть среди свиней и говорить, я принят, я принят, ты умрешь вместе с этими свиньями. Самовнушение, повторить слово, я принят, принят, а ты в курсе, что ты далеко, тебе не помогут. Вставай, марш обратно к папе. Он любит и папа. Если он увидит тебя, он прибежит, он примет тебя. Не означает, что наследие, которое он потерял, оно вернулось, а быстрее всего оно не вернулось. Но папа принял. Одежду одел. Едою покормил. Золотой персть одел. В комфорт жить начал снова. Пока папа жив, жил хорошо. После, наверное, тоже жив хорошо, потому что брать уже за него заботился. Это лучше, чем со свиньями. Принят дома. Потерял наследие? Да. Но дома? Да. Потому что без последствий не бывает. Поэтому помнить надо, я Богом принят. Скажите, я принят. Еще раз. Еще раз. Он меня принял, и он готов меня принять, как только я буду к нему бежать. Вот там, заметьте, что написано еще. Написано, укорениться в любви и уразумеет Божию любовь. Имеется в виду, надо так принять Божию любовь, что твоя логика мышления начинает исходить из Его любви, из Его слова, из Его принятия. И там говорится, чтобы вы могли вместе со всеми святыми постигнуть, что такое со всеми святыми тяжело ходить, если ты не принял Божию любовь. Ходить со святыми на основании чисто человеческой логики, это сложно. Они странные, точно как и ты странные. И тяжело их переваривать, точно как тебя переваривать тяжело. И трудно, чтобы они согласились с тобой во всем, точно как тебе трудно с ними во всем согласиться. А как же с ними вместе только на основании Божьей любви? К евреям 12, 15. Библия говорит, смотрите, чтобы наблюдали, чтобы не лишился благодать Божия, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Почему многие люди не могут расти в Божьей любви? Горькие корни. Это разные вещи, такие как горечи. Вот. Такие вещи, которые разрушают горечь, обиды, ненависть. Многие люди, удивительно, они живут жизнью, которые смотрят на жизнь через очки горечи, обиды, ненависть, недовольствие, конкуренцию, бесконечную. Вы знаете, есть люди, которые ходят на собрания не для того, чтобы слушать проповедь, а чтобы сравнивать себя платья, брюки, прическа, духи, с кем-то. И поэтому, естественно, год не проходит плодь, соответствующий возраст в Боге, в жизни этих людей нету, нема, не будет, пока они не поменяются. Не только нужно утвердиться в Божьей любви, нужно утвердиться также в Слове Божьем, в познании Бога и Его Слова. Псалом 1, 1 по 3, написано, «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на путь грешных и не сидит в собрании развратителей. В законе Бога, Господа, воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. И Он будет, как дерево посажено при потоках вод». Мы уже это раньше слышали в Ереме. Заметите, что блажене, первое, что Он делал, Он избегал определенных общений. Просто избегал. Если вы читаете Библию, много проблем можно избегать, если вы избегаете определенных вещей. Просто избегать. Ничего больше не делать, просто избегать. Конечно же, кроме того, что Он избегал, Он также что-то делал. Он размышлял и укоренился в Слове Божьем. Это очень важно. Когда мы избегаем плохое, потом нужно укорениться в Слове Божьем, что очень важно. Смотрите, как написано здесь. Первое Тимофеи, первая глава, третий стих по шестой. «Отходя от Македонии, я просил тебя пребывать в Эфесе и увешивать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят большие споры, не жили Божьи назидания в вере. Цель же увешивания есть любовь от чистого сердца и доброй совести нелицемерной веры, отчего отступив, некоторые уклонились в пустословие». Заметите, Павел пишет Тимофею о некоторых вещах, которые мешают ему иметь корн. Избегай басен и пустых разговоров, всяких пустых разговоров, которые ни к чему, ни о чем, не обогашают тебя ни в чем. Это надо избегать, оно мешает тебе, «Храни чистое сердце и добрую совесть и искреннюю веру». Вообще, все это слово «чистое сердце», «добрая совесть», «искренняя вера» имеется в виду «искренно все делай и честно от души». Это необходимо, если мы хотим иметь корни. Нужно чистое сердце, добрая совесть и искреннюю веру. Потому что эти вещи, когда они есть, они помогают тебе развиваться. Ви Си Ти Ви – это канал Христианской Церкви Победа, в которой есть место для каждого. Праздничные мероприятия, все, чем живет церковь, вы узнаете на канале Ви Си Ти Ви. Подпишитесь на наш канал, и вы не пропустите ни одного важного события. Церковь Победа – это место для каждого, место для всей семьи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова